21-летняя жительница Махачкалы обвиняется в жестоком обращении с собственным годовалым сыном. Женщина два месяца избивала ребенка, снимая происходящее на видео и публикуя ролики в соцсетях. Парк имени Сулеймана Стальского торжественно открыли после реконструкции. Прогулочные дорожки, новые скамейки и современное освещение. Общая площадь благоустройства более 6 гектаров. Тысячи верующих со всего Дагестана приняли участие в республиканском маджлисе Алимов. Мероприятие прошло в селе Цудахар Левашинского района. Победа ценой травмы. На родину из Иркутска вернулся наш единственный обладатель золотой медали чемпионата России по боксу Ильяс Магомедов. Поддельные купюры почти на 10 миллионов рублей были проданы фальшивомонетчиками. Их заключили под стражу. В настоящий момент заведено уголовное дело о создании преступного сообщества на территории Дагестана. Напомним, что в 2023 году МВД по Северному Кавказу совместно с ФСБ России закрыли поддельную типографию в Левашинском районе. Всего 11 человек участвовали в производстве поддельных купюр. В МВД по СКФУ сообщили, что фальшивые купюры в 5 тысяч рублей и 100 долларов подозреваемые сбывали в Дагестане, Ингушитии, Ставропольском крае и Ростовской области. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела установлено, что в июне 2022 года 57-летний местный житель, находясь на территории Республики Дагестан, создал межрегиональное преступное сообщество, состоящее из двух функционально обособленных структурных подразделений, действующих под единым руководством на территории нескольких регионов Северного Кавказа, с целью получения прямой финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а именно изготовления в целях сбыта поддельных купюр иностранной валюты и сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации. Годовалого ребенка в течение месяца избивала собственная мать. Все это она снимала на видео. 21-летняя жительница Махачкалы обвиняется в жестоком обращении по отношению к своему малолетнему сыну. По данным следствия, с января по февраль этого года она избивала собственного годовалого ребенка. Помимо этого, женщина снимала это на телефон и выкладывала в соцсети. Прокуратурой Ленинского района города Махачкалы утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного статьями 117 и 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело прокуратуры района направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы для рассмотрения по существу. Уютный, красочный и удобный. Парк имени Сулеймана Стальского вновь радует жителей и гостей республики после реконструкции. А официальное разрезание красной ленты ознаменовало его открытие. После торжественного открытия парка глава республики вместе с официальной делегацией возложили цветы к памятнику народного поэта. Не случайно этот парк носит имя великого поэта Сулеймана Стальского. Именно здесь встречались известные дагестанские поэты и писатели, черпая вдохновение для своих произведений. Здесь прошла вся история Дагестана. В прямом смысле прошла своими стопами, ногами оставив здесь след. Здесь многие выдающиеся писатели гуляли, работали. Здесь расположено дагестанское книжное издательство, союз писателей. В целом место сосредоточения дагестанской культуры, литературы и то, что оно имеет сейчас такой замечательный новый современный вид и станет безусловно излюбленным местом. Оно и так излюбленное место было махачкалинцев, гостей столицы, а сейчас вдвойне это умножится на 10. Это место – излюбленный уголок как для дагестанцев, так и для гостей республики. Каждый день здесь можно увидеть более 3000 человек. И жители столицы оценили обновленный парк. Мне особенно нравятся вот эти газоны, которые новые, цветы такие красивые, фонтан шикарный. Ой, отличные гуляла до реконструкции и после, конечно, не сравнить. Приятно выйти с детьми прогуляться, просто взять стаканчик кофе, попить, посидеть, подумать. Прям успокаивающая такая обстановка здесь. Территория парка составляет более 6 гектаров. В ходе реконструкции были проложены прогулочные дорожки, установлены новые скамейки, современное освещение и свежий газон. Также для безопасности установили 27 камер видеонаблюдения и экстренные оповещения. За короткий период времени, благодаря огромному труду строителей, архитекторов и агротехников, создано соответствующее современным урбанистическим и архитектурным требованиям новая зона отдыха и культуры в Махачкале. Реконструкция проводилась по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова, а значительная финансовая помощь поступила от мецената Сулеймана Керимова. Я уверен, что этот парк всегда будет местом вдохновения, радости, мира для всех дагестанцев и гостей нашей республики. Давайте эту инициативу все вместе будем развивать. Давайте созидать и делать нашу Махачкалу красивой и достойной, настоящей столицей нашего великого Дагестана. Отметим, что в день открытия обновленного парка прошли разнообразные мероприятия. Среди них шахматный турнир для детей на призы главы Дагестана, выставка народных ремесел, конкурс, соревнования по настольному теннису и многое другое. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Махачкала. В селе Судахар Левашинского района состоялся республиканский маджи Салимов. Тысячи верующих со всего Дагестана приняли участие в благодатном мероприятии. В присутствии муфтия республики шейх Ахмад Афанди сделал это событие ещё более значимым. Когда Судахарцы пришли ко мне, и они попросили, пригласили меня, искренне я вам говорю, я не мог им отказать. Почему? Потому что я представил тех их предков, которые поддержали имама Шамиля, самый нужный, острый такой момент. И если я на машине откажусь сюда приехать, и тем более в Коране сказано, те люди, которые пали святой войной шахидами, они не умерли, они не умирают, они живы, они вместе с нами. И тем более, когда они здесь присутствуют, и меня не увидят, они здесь, мне стало стыдно. И поэтому я решил вот вместе с вами разделить вот эту радость. Выступления богословов затрагивали актуальные и обсуждаемые темы в регионе. Историк Мурадала Дадаев рассказал о героях даргинского народа, которые в эпоху имама Шамиля верно стояли рядом с ним. Вот судахарцы, хочу несколько слов сказать про судахарцев тоже, они тоже не оставались на стороне. Они активно принимали участие в тех освободительных движениях горцев вместе с имамами, с этими тремя имамами, особенно среди них отличился Арслан Кады Судахарский. Это был Кады общества Судахар, был известным учёным. Он перешёл на сторону имама Шамиля, и имам его назначил наибом над обществом Судахар. Организаторы мероприятия приготовили приятный сюрприз для всех присутствующих. Среди участников мажлица разыграли 15 путёвок на малый хадж Умра. В ходе мажлица представители села Аргвани преподнесли ценные подарки организаторам мероприятия, подтвердив этим жестом глубокую связь и единство между аргванинцами и жителями села Судахар. Стоит отметить, что во времена имама Шамиля жители двух сёл совместно оказали поддержку великому герою Дагестана. Мажлиц, направленный на укрепление братских отношений среди верующих, завершился коллективной мольбой ко Всевышнему. Абдулла Алифис, Самхаликов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Левашинский район. Сразу после завершения мажлица в селе Судахар Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди прибыл в Лакский район. Здесь, в селе Унчукатли, он принял участие в торжественном открытии новой мечети. Сопровождал духовного лидера глава Лакского района Юсуп Магомедов. Возведение культурного сооружения стало важным событием не только для жителей села, но и всего района. Новая мечеть станет причиной укрепления религиозных ценностей среди Лакского джамаата, отмечают организаторы мероприятия. С золотом из Иркутска. В Дагестан вернулся чемпион России по боксу Ильяс Магомедов. Каспийчанин принес нашей сборной единственную медаль высшей пробы. Воспитанник тренера Руслана Хаирова отличился в весе до 80 килограммов. В финале наш боксер уверенно одолел Никиту Воронова из Белгородской области. В этот день помешать успеху Магомедова могло только рассечение брови. Да, мы ехали сюда за первым местом, но после первого боя были проблемы. Думали, что не допустят боя и засечки. Ну, аль-хамбля, вроде все прошло так, как нам нужно было. Достигли того результата, ради которого ехали туда. Чемпионат России собрал более 300 спортсменов из 65 регионов страны. Для Ильяса Магомедова эта победа стала дебютной на взрослом уровне. Весной 21-летний боксер становился лучшим на аналогичных соревнованиях среди молодежи. Осечка, конечно, она случилась в первом же бою. У него максимальное количество боев было, 5 боев. И вот эта, она сложная осечка, простые бывают, да, она такая крест-накрест. Благодаря Кэтменам, благодаря профессионализму, каждый день следили за этой раной. Ее каждый день, ночь, день за ней следили. И тактику точно так же ему сложнее было боксировать, потому что надо ее и выиграть, и сохранить это, чтобы за счет травмы не дискуссировали. Всего в Иркутске наши боксеры завоевали 4 медали. Шаги от золота остановились Тимур Гамзатов и Рамазан Дадаев. Бронзовая медаль у Курбана Байрамбекова. Поздравляю победителя, призеров, их личных тренеров, Федерацию бокса России и, конечно же, всех представителей спортивной общественности. Ильяс у нас завоевал золотую медаль. Сейчас некоторое время ребята отдохнут и будут готовиться уже к последующим турнирам, стартам более серьезного уровня. Новый чемпион России, помимо премии в полтора миллиона рублей, получит возможность представлять страну на боксерском мундиале в Казахстане. Но перед этим Магомедов должен будет подтвердить статус первого номера на турнире сильнейших. Он пройдет в начале следующего года. Курбан Рагимов, Шамиль Курбанов и Магомед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Махачкала. Рагимов, Шамиль Курбанов. Субтитры создавал DimaTorzok